м а это отвлеченная тема которая звучит так что нам этот год дал что он астрологически нам должен был показать и что вообще происходит а также кто победит в этой войне которая сейчас идет в мире я хочу вам напомнить я об этом уже говорил данный год связан с годом мудрости по-другому он называется год будхи или меркурианский элемент этого года это зеленый и там где есть зеленая там будет победа мудрость прославления сила аромат ромашки животная собака цвет зеленый растения пихта валерьяна ромашка и вот что год правления этот год им управляет меркурий меркурий имеет цвет зеленый теперь ага меркурий имеет цвет зеленый бог этого года это человек зеленая тара или зеленый будда тара который держит в своей руке скипетр который имеет вид три зубца на голове у него девятиконечная звезда зеленого цвета и он зеленый смотрите если смешать знамя украины и смешать его и сделать голубое смешать желтым или синее смешать желтым то получится зеленая раз второе год будхи это трезубец и этот трезубец он у нас на знамени украины трезубец третье дело в том что дело в том что украина это украина это телец и влияет на украину уран а телец когда его под уран это плёточка то есть если плеткой бьют тельца то он более сосредоточенный хорошо кушает там стоило становится и так далее а россия это водолей и планета влияние в этом году сатурн а сатурн это то что разрушает поэтому если бы те люди которые занимаются астрологией рассчитывали нужно ли было делать то что делает россия с украиной то они бы сказали ни в коем случае этого делать нельзя а еще я хочу сказать вам что если люди начнут читать мантру он тары ту тары туры саха это мантра этого года или он будха саха или он будха намах то вот эти мантры они остановят вот этот весь ужас то есть умрет меньше людей будет больше сил и так далее однозначно согласно астрологическому моему прогнозу как я уже говорил украина победит в этой войне нравится вам это или не нравится самого начала я это говорил и могу сказать что так и будет